и здравия соратники и сегодня в этот замечательный день замечательной датой напомню кому интересно это 6 6 06 по сути 2022 то есть 6 кое-что одно событие вывело меня из обычного тюленево режима это поели поспали пошли на пляж а именно юбилей 70-летия королевы елизаветы казалось бы какое дело нам всем до королевы до 100 лет она там царствовала в кавычках все замечательно тут парад какой-то раз два три 4 5 6 7 и тут раз два три 4 5 6 7 8 7 и 8 шестерочка замечательная цифра любимые циферки всегда они с ними присутствуют никуда не деться от этих цифрах чуть позже я объясню зрители канала цельнозор понимают о чем я какие цифры я имею ввиду замечательное событие 70 лет правления королевы юбилей но почему-то отмечается 2 июня отшибе туда queen's long rain in numbers and then in color номера и цвета странно внутри два три раз два три девяточка то есть была шестерочка потом девяточка 69 почему это они 69 показали вот в открытую показали цифру 69 почему шестьдесят девять счет у меня не бьется 70 лет должна быть круглая цифра 70 лет сейчас 22 отнимаем получается 52 год а должна быть коронация отмечают так коронацию если не не ошибаюсь смотрим смотрим когда была коронация коронация елизаветы 2 2 июня 53 года соответственно прибавляем 70 лет смотри как считать нолик 54 это будет первый год 54 52 50 55 56 57 58 вот ну в лучшем случае 7 лет если нолик считать в этот год вывод у меня получается 69 лет но 70 лет получается в двадцать третьем году после коронации вопрос либо у меня что-то с арифметикой либо быдлу впихивают немножко другую вещь почему-то нужно было провести вот это все мероприятие выдав его за юбилей потому что 69 не празднуют но им нужно было отпраздновать именно 69 лет у меня такая паранойя и и выдать его за какое-то событие но а сам на самом деле 69 лет это является событием в их понимании и отмечают именно 2 июня начали отмечать потому что если по не отмечали у нас момента формального как бы вашествие на присыл то есть смерти папой скажем так который был больше года назад и ждали там это в пятьдесят втором году было в феврале то есть полтора года они ждали не зря они ждали некоего события и у меня такая паранойя что они ждали почему-то смерти товарища сталина и когда потому что им сказали что его уже начали травить и он вот-вот должен быть но из-за хорошего здоровья и энергетики скажем так это всего лишь моя паранойя он подержался дольше чем они планировали и поэтому пришлось все это отложить аж на год хотя на год откладывали и и раньше но тоже ждали некоторого события это всего лишь моя паранойя почему я считаю что это паранойя обоснована по очень простой причине путь в разного не почему-то юбилея королевы пятьдесят третьем году вместе со всеми странами которые являлись подданными этой королевы почему-то был было и ссср я с трудом могу представить подобную ситуацию при товарища стали не что на празднование какого-то юбилея какой-то не нашей королевы как сейчас говорят из недружественной страны присутствовал наш советский крейсер свердлов и не просто свердлов не просто обычный крейсер а вот именно свердлов чем знаменит этот свердлов в честь которого назначили а прежде всего он знаменит тем что он скажем так был идеологом всех документов декларацию прав трудящихся и прежде всего он подготовил конституцию которая объявила диктатуру пролетариата диктатура пролетариата и интернационализм как основное что такое диктатура пролетариата и интернационализм это а политика при которой у русских ну никакого шанса у любой национальности но прежде всего он мне кажется у русских потому что был просто геноцид устроены большевиками в это время в россии мне кажется он предписывал жесткие королин карательные меры при подавлении любых восстаний не только казацких он был разработчик красная идея красного террора против всех врагов революции то есть про всем против всего цвета российской нации тогда что империи что в нем хорошего известного он много чего сделал кто у него папа ну яков моисеевич у него папа соответственно моисей племянник овербах я думаю все тут понятно вот его родословные вот его идеология и именно этот крейсер был составе эскадры которая приветствовала свою королеву почему свои что он никого было послать да здрасте таких крейсеров класса киров был и киров и ворошилов и горький молотов калинин каганович можно было послать любого свердлов дзержинский орджоникидзе жданов невский ушаков нахимов суворов пожарский и так далее то есть можно было послать любой корабль с любым названием но почему-то послали корабль наименованный честь якова моисеевича свердлов замечательный человечек умненький и так далее ну вот почему-то красный террор решил объявить но дело даже не в этом на этом странности не заканчиваются то есть формально на символьном уровне было показано что в этот момент ссср стал но не звездой как индия не бриллиантом империи но тоже в числе стран которые подчиняются этой замечательной королевишни зрители канала цельнозор понимают что я вкладываю в это значение да тут везде циферки интересно 96000 цифра 13 цифра 96 как и 69 много чего интересного и много циферок и много циферок был интересный 3 и 2 2 и 3 29 тысяч 45 минут 6 и 8 тоже циферки везде интересные циферки но это не самое интересное самое интересное ну да любимые циферки просто вот ну никуда без них самое интересное другое как бы скучно это не звучало самое интересное в том почему им нужно 69 обозначить обозначить мне кажется связано с тем что королева усе она давно усе последний кто ее видел в живую был трамп почему-то само событие было весьма символично и тоже продумано под видом того что якобы 70 лет 70 лет то было 2 февраля по идее по логике если праздновать 70-летие то нужно было праздновать это все в феврале но для быдла которая схавала всю эту идею феврале ничего не было а для быдла объяснение что 70 лет все равно в этом году но все равно что как вот день рождения праздновать у меня допустим или у кого-то там там она в феврале а празднует в июне потому что так удобнее но все равно год то тот же год то ну чуть-чуть задержались но почему-то совпало с днем условно крещение но празднуется день рождения это не подмена понятия это не глупость я думаю что не стоит объяснять глупостью то что можно объяснить злым умыслом или просто умыслом на самом деле все очень символично они хотят показать немножко другое они хотят показать в этот день 69 этой символ на цифровом символьному квантовом уровне в этот замечательный день 3 июня 3 шестого шестого они хотят показать то что шестерка переходит девятку 3 и 6 это 9 они хотят показать свою победу они хотят показать новое рождение почему я так думаю потому что был интересный ритуал вот он здесь показан давайте его посмотрим виндзорский замок когда-то я был в нем девяносто четвертом по моему году есть не ошибаюсь вообще много там на разных замков разными традициями большие там реально огромные мне показались там полуметровые вороны в разных замках пушечки старые много чего интересного но тут интересно немножко другое тут интересно форма форма которая напоминает и естественно ну для меня это мои бзики рамочную антенну но здесь не показали то что она завершена то есть смотрим внимательно символизм этого события и куда уходит условно огонь это важно он тут бежит 8 почему-то и девятый поднесет ей что-то кружочек некий символизм тоже весьма примечателен зеленое платье тоже символизм и вот эта руна тоже символизм две полу сферы как бы соединяются но ценение не в не гармоничные в круг а противоположностями соединяется или у меня бзики паранойя кто что думает пишем в комментариях тут цвета тоже важны тут важна каждая деталь пока все розовенько розовенько вот это вот гвардия почему-то странная конечно одеяние не знаю что они символизируют но тут этот церемониал цито протокол тут символично каждая деталь если у кого-то есть какие-то мысли пишем комментарии что означает синего цвета сфера на синий же подушке сфера ну означает ну на мой то символизирует материю это не квадратик это не кнопка это именно некая сфера в короне сколько тут лучей на этой короне ну они направлены вверх на мой взгляд означает некий восход это не просто что-то это корона это новое начало скажем так казали на 54 секунде хорошо всего лишь моя паранойя трактуем смысле смысл и ищем смысл и че люди обычно редко думают над символизм на самом деле этот мир управляется смыслами и символами которые собственно могут быть вплавлены встроены в любое действие и специалисты люди которые понимают чуть больше об устройстве нашей вселенной они понимают что неким смысловым ритуалом можно направить события в нужное русло и этим очень часто пользуются скажем так условно посвященные на самом деле посвященные могут может стать кто угодно которые идет по этому пути познания узнавания изучение мира и себя в нем любой может стать посвященным если окунется в этот мир смыслов мэджисти мэджисти magic магия мэджисти главный маг условно это всего лишь моя вольная интерпретация слово ваше высочество у нас это высочество это сиятельство свет и так далее а вот у них ваше магичество мэджисти если буквально перевести высшее магичество занимается высшей магией перчатках тоже не случайно в белых в неких тайных сообществах в кавычках почему-то ритуалы делаются в перчатках тоже совпадение наверное отдал честь уходит тут интересно у кого какие ассоциации с этой дорожкой сначала она розовая потом немножко подсказываю спойлерю как угодно это станет белым цветом эта дорожка у кого-то ассоциации с кадуцеем кто-то говорит что третья спираль днк это я подозреваю что они вот эти вот посвященные заложили сюда некий другой смысл но смысл диктует тот кто имеет больше прав больше статусов больше возможностей и больший вес скажем так тот кто решает решает тот у кого сила то есть смысл определяем по большому счету зачастую это и адресат независимо от статусов силы всего остального это послание адресовано вселенной адресовано людям поэтому смысл задаем мы я тоже человек поэтому я расскажу как я вижу смысл этого и все свои силы всеми своими возможностями статусами подключками и так далее тоже придам нужный ну или правильный смысл в соответствии с иконами и в гармонии со вселенной я тут вижу неизбежность как говорил танос я сама неизбежность то есть сколь веревочки не видится конец будет один то есть какие бы девиации отклонения не шли везде включая человеческого днк все вернется на один прямой путь и путь будет прямой и красная дорожка сменится зеленым полем по которому будет белый из чистого света прямой путь включая путь человеческого днк который как бы ни пытались менять уколами как я это вижу различными все равно все при прийдет гармонии все на самом деле всеми этими ритуалами то тысяча один способ самоубийца в их восприятие на самом деле вот все что они делают по спасению себя это они лишь ускоряют твой конец неизбежную аннигиляцию как паразитов то есть они могут быть но не как паразиты все что делаю я это не война с роем паразитами и так далее это всего лишь принуждение к гармонии с миром гармонии с коном жить по кону идем далее нажала белый свет красная дорожка переходит зеленое поле через белый свет не истинный природу белый квадратик это уже символизм другого плана другого типа скажем так это уже не проем она уже не она источник света а как во многих клипах показано уже много чего поменялось символизм абсолютно другой поменялся и смотрим каким он стал они якобы тут показали какую-то как бы третью спираль днк как я уже сказал но это не спираль днк потому что вот это вот третье она не везде идет вот тут сначала мне кажется идут две потом появляется третье она не сразу появилась поскольку тут четыре пути четыре линии одна из них прямая то тут речь может быть о двух парах днк еще один вариант интерпретации этого всего просто из-за того что это поворачивается всегда одна прямо потому что под таким углом в объеме если это сделать это всегда будет две пары днк идущий просто одна и будет казаться всегда прямо если вот сделать некий такой калаш из двух пар днк то есть на мой взгляд я это интерпретирую так что это просто гармония пути то есть вселенная выправит как в той руни что и мудрый что я показывал вот вот так как ты не иди вселенная тебя выправит помощь вселенной есть такая мудра и здесь они ее показали вселенная поможет и направит тебя на истинный путь на правильный на гармоничный путь всеми своими возможностями событиями знаками действиями и и третьими людьми 3 днк пиралит он днк ступени на третьей линии она немножко запаздывает но она все равно идет сначала идут две а третья как бы за ними то есть это некая гармонизирующая это некая средняя составляющая средняя арифметическая и так далее это просто основные две а третье это просто как результирующая линия и четвертая всего того что делаю 2 то есть это по большому счету выбор между двумя идущими изначально доме между двумя крайностями это условно золотая середина срединный путь то есть все то о чем я и говорил три пути не одновременно идут три смотрим 3 чуть запаздывает вот этот спиралька и в итоге потом они все идут в один итог исходящий все идут в одну цель то что я говорил вселенная приведет к нужной цели а вот теперь самое интересное чтобы будет являться целью смотрим уже продолжение как бы того же самого ритуала который они сделали скорректировали заканчивается это все на 141 то есть на шестерочки и вот уже на 42 пошло продолжение дальше вот это же линия после того как достигла цели некой она идет дальше на условно идет в народ идет на новый уровень на новое пространство и идет к некому древу я это время не то что древа жизни воспринимать как древо вселенной древа тора как совокупности всех вселенных но тут примечательно даже не то где стоит это древо но может где угодно это просто символизм важно откуда начинается здесь как бы новый виток откуда начинается и новый свет то есть уже не кто-то один является источником этого света а вся вселенная является источником света а вот идет новое начало новый уровень из допотопного фонтана фонтан само по себе это некий источник родник вот как вот этот вот дворец так и этот фонтан как трафальгардская площадь там и так далее то есть центр лондона это сохранили немножко как память да как центр источник не знаю заповедник допотопной архитектуры допотопной гармонии то есть того что было до вторжения и фонтан это некий источник как родник источник воды источник вот этой допотопной гармонии того что было у до поражения до искажения до паразитизмом поэтому я это вижу как то что на следующем уровне вот сдала свои позиции королевишна и новый уровень гармонии допотопную то есть будет восстанавливаться то гармония тот кон который был до вторжения сюда и он будет распространяться на все древо на все события на весь мир по сути это то как я увидел то как это есть сейчас на самом деле потому что по большому счету мы человечество я для себя устанавливаю правила по которым будут двигаться события и можно допрограммировать все ритуалы для себя и под себя я вижу в этом такой смысл и так и будет в моем мире а мой мир это вся планета земля вот допотопная статуя смотрит на все это вроде мальчик мужик и как бы он смотрит на растущие древо символизм они сдались мне кажется просто они сдались они показали то что они больше не могут диктовать свои паразитарные правила просто-напросто и вот тут на самом деле просто то видно гармония кругов восьмерки повторы тут 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 на самом деле нет ничего дисгармоничного это очень гармонично один круг переходит во второй один во второй я просто троица вокруг некоего центра три единства много чего я не вижу тут и какие-то извращения вижу это гармония гармония которая наконец-таки будет воцаряться и воцаряется на земле я думаю паразиты признали свое поражение они обязаны показать то что есть на том или ином уровне но показать естественно так чтобы не поняли и пытается переиграть и так далее но тут нечего пытаться переиграть куда не показали все как есть и тут они тоже показали все как есть некий красно-черный назначил королеву что было дальше некий взрыв акцент на одном глазике и уход в небытие она как бы растворяется тоже все отлично показано отлично показали более чем символично мне кажется что думаешь ты воин по поводу всего этого где причина этого символизма что они на самом деле показали почему они показали выдали 69 лет за 70 потому что это очевидно выдали 70 лет надо было в феврале праздновать а сейчас они празднуют именно день рождения на той называется день рождения юбилей это один из видов дни рождения юбилей это вот именно тот самый день когда это произошло когда исполнилось 70 лет они 70 там с чем-то лет а 70 лет тут исполнилось в феврале причем того года полтора года назад по сути тоже 1 и 6 18 месяцев то есть 9 12 и 6 ну условно там чуть почти и 5 кто хочет пусть заморочится с этим подсчетами я уже устал этих циферок они меня достали и они уже не имеют того значения не знаю чего эти посвященные в кавычках носятся с этими цифрами они уже давно не работают и 9 11 не работают и 3 и 6 и 69 уже не работает но они просто у них такая программа они так запрограммирована почему запрограммирована смотрим разбор поколение пи например и так далее там все показано хорошо о цифровизации о значении на самом деле цифровизация это уже давно не вечная жизнь это для них жизнь в информации жизнь в рои в цифровом рои в облаке есть вариант жизни душа то в облако не уже не переходит они думали что можно всех подключить к цифре оцифровать и захватить души но так не будет это способ уничтожения душ уже душа должна иметь носитель материальный а не цифру то есть много правила поменялись как они показали в разных фильмах и ритуалах тоже кстати насчет ритуалов сейчас еще кое-что покажу меня радует мягко говоря профанское отношение и очень недалекость некоторых даже дикторов которым вроде бы спустили указиловку методичку что освещать а текст не до конца написали вот что они говорят по поводу того что происходило ну относительно недавно уже вот я сейчас покажу что было в восемнадцатом году строй гвардейцев красно-черных и что было на самом деле в этом ритуале попробую еще раз рассказать трамп идет впереди все ритуалы все церемонии протоколы все давно расписаны еще до приема и все символично потому что к войскам выходит их командир их лидер кто реально отдает приказы он идет впереди цвет синий на их языке этот цвет означает смерть у него красный галстук он лидер она идет следом на самом деле это послание для посвященных непосвященным надо было показать какую-то идиотскую сказку ну которую people схавает вроде как 69 лет скрыть наш 70 ну 69 это лет не празднует а вот 70 вроде бы юбилей можно праздновать на самом деле все посвященные давно понимают ну 2.39 тоже интересная длительность ролика 2 и 3 23 2 разделить на 3 тоже 3 шестерки то есть девятка не то чтобы он жопы и показал но он показал что он главный он буквально считал моим мечтам на символьном уровне он принял руководство он принял парад показав что она сзади она в прошлом но ее нет и специально сделали такой ракурс показали по всем мировым сми и только его видно ее нету он специально стоит она ищет и внизу зеленая и поражение и смерть на их языке а у него красно-черный галстук он идет по центру она с краю он ближе к этому строю принимает парад еще в восемнадцатом году всем открыто показали что ее нет все а сейчас в 69 переход открыто показали что все паразитарный порядок исчез теперь новый порядок новые правила а раз новые правила ну лишь вопрос времени когда все начнут происходить на физике вот перелом пятьдесят третьего года открыто показали что снова диктатура пролетариата в ссср и ссср и она была где-то далеко в кении и возвращается вот казались что на самом деле ну что такое кения самая отдаленная страна там тоже расшифровка все не случайно в этом она была якобы в кении когда и сообщили что папа умер да папа умирал давно и я если бы на самом деле это было то она могла бы и приехать нет это все официальная версия это послание для всех только королевишна возвращается потому что по странному совпадению в девятьсот одиннадцатом году десятом первый последний раз мужчина взошел на трон ну в это время товарищ стал стал совершеннолетним и вступил в рой скажем так в масонство и стал там главным во временем сейчас уже нет необходимости кому-то вступать в эту вот не самую лучшую организацию в люциферианскую какую угодно там иллюминатскую и прочее в любое тайное общество абсолютно нет никакой необходимости потому что время роя прошло и время товарища сталина прошло сейчас настало время цельнозора все открыто нужно лишь уметь видеть оконфузился он на встрече королевы да надо же дональд трамп экзамен на знание этикета провалил да надо же дональд трамп очень редко что-то делает без символизма скажем так а символизм тут зашкаливает прикоснулся к королеве во время встречи с королевой великобритании Тани и Елизавета II он прикоснулся к монаршей особе обо всем по порядку Наталья Дюжикова да еще посмотреть можно как он прикоснулся проводил он ее в последний путь на чаепитие с несколько кругов у букингемского дворца следом супруга Миланья а на зеленой лужайке их уже встречает наследник британского престола принц чарльз супругой Камилой после улыбок и рукопожатий Дональд Трамп берет принца под локоток но ему и этого мало уже на ступенях дворца при встрече с Елизаветой II американский лидер здоровается за руку с королевой невзирая на все нормы протокола он показал кто главный на самом деле и брошка особенно интересная именно 40 на 45 это показали надо же королеве прикасаться нельзя правило железное ее величество если захочет первое подаст руку но об этом всегда забывают гости из-за океана супруга бывшего президента да 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 как бы мягче сказать то потом было тоже много чего интересного он ведет всегда он идет впереди королеве об этом он не мог не знать и дальше везде показано что трамп подходит попробую найти где трамп первый подходит строю где где-то тут это происходит ну в общем он впереди он принимает он разговаривает с гвардейцами а этот сынок ее сзади тоже можно посмотреть все открыто нужно лишь уметь видеть все более чем символично и если с момента некоторого события в пятьдесят третьем году до развала ссср и уничтожения прошло 36 лет о сколько времени пройдет вот от этого события до официального объявления смерти я думаю что вообще абсолютно немного восемнадцатом году показали что она сдала оппозиции казали миру кто главный отныне мужчина как старые давние времена а сейчас показали что сменился порядок я думаю этого достаточно по большому счету для того чтобы всякий имеющий глаза и мозг увидел ну я думаю что на сегодня достаточно для разбора смотрим канал есть много чего о чем я не упомянул даже не сказал о символизме трампа постараюсь сделать отдельный ролик этот июнь вообще интересный будет потому что это шестой год при двойке шестой месяц и тут очень много интересных до 3 было интересно когда пытались там некоторые общество что-то сделать пукнуть мозгом не получилось вот сегодня шестое потом будет 9 соответственно 11 6 и так далее и тому подобное 18 15 12 23 21 24 и так далее на все эти интересные даты для них они почему-то интересные я постараюсь показать адекватный ответ ну и на сегодня добра пока достаточно